Совбез ООН хочет наложить на Сирию санкции за применение химического оружия. Остаивать на таких мерах будут США, Британия и Франция. Три года назад по населенным районам Гута были выпущены несколько химических ракет. Жертв было огромное количество. По некоторым данным погибли до 2000 человек, среди них дети. Россия, в свою очередь, призывает детально изучить доклад ООН, прежде чем предпринимать такие меры. По мнению нашего представителя, в ООН Виталия Чуркина информации недостаточно для наложения санкций на Дамаск. Надо разобраться, кто же все-таки применил химоружие. Это боевики или правительственная армия? Но тем временем террористы обстреливают старый город Алеппо в Сирии. Это уникальное место. Многие районы в городе не изменились со временных постройки в XII-XVI веках. В городе так много памятников архитектуры, что он стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, наследие это теперь под угрозой исчезновения. Старый город Алеппо сейчас превратился в руины, хотя раньше он был крупным торговым центром. Отсюда были палатки, лавочки, ремесленников. Теперь по этим улицам можно передвигаться только короткими перебежками по специальным коридорам. Иначе можно попасть под снайперский огонь. Все мечети и церкви Алеппо подверглись обстрелам и грабежам. Это очень старинная мечеть XVI века. Для нас она очень ценная. Внутри старинная библиотека. Боевики постоянно пытаются ее обстрелять. Газовые баллоны специально скидывают во время молитвы, чтобы было больше жертв. Уникальные экспонаты Национального музея Алеппо пришлось экстренно вывезти из города. Но сохранить удается далеко не все. Уличные скульптуры, которым сотни и сотни лет закрывают мешками со щебнем. Таким образом местные жители прячут национальное достояние от снарядов ИГИЛ. Ну и конечно, несмотря на продолжающиеся боевые действия, Сирийское министерство туризма заманивает к себе отдыхающих, как может. Оно даже ролик выпустило. Называется видео «Сирия всегда красива». Давайте и мы в этом убедимся. Песчаные пляжи, жара, теплое море, счастливые люди. Вот такую картинку отдыха нарисовало Сирийское министерство. Нечего сказать. Природа, конечно, в стране прекрасная. Правда, турпоток после этого ролика вряд ли все-таки увеличится. Такой отдых скорее будет экстремальным больше, чем пляжным.